Десять утра в Астане. Меня зовут Лаура Жакупова. Вы смотрите новости. Здравствуйте. Почти на миллион тенге оштрафовали водители автобусов в Павлодарской области за нарушение транспортного законодательства. С начала оперативно-профилактического мероприятия автобус в регионе привлекли к административной ответственности более ста владельцев пассажирского автотранспорта. В большинстве случаев сотрудники инспекции транспортного контроля выявляли нарушение правил перевозок пассажиров и багажа, а также несоблюдение норм пожарной безопасности. Бывали случаи, когда в салоне автобуса перевозились взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. В целом треть всех нарушений касается неудовлетворительного технического состояния пассажирских автобусов. Пассажирский автотранспорт, имеющий неудовлетворительное техническое состояние, был выдверлен на штрафстоянку с изъятием государственных номеров. С момента начала акции у нас наблюдается тенденция, что действительно перевозчики стали брать во внимание требования законодательства, обеспечивать безопасность перевозок, наличие всех сопроводительных документов, прохождения обязательного предрейсово-технического и медосмотра водителей. Проверяли транспорт, сделали предупреждение. Схема маршрута, мы повесили, не тот маршрут, перепутали, водитель другой забрал. Это минус мне, я учел это сегодня. Остальные нарушения нет, другие все остальные, как бы все нормально. В Южной Корее стартовали зимние Олимпийские игры. Тысячи казахстанцев примкнули к телеэкранам, чтобы поболеть за спортсменов. В нашей республике право освещать международные состязания в Пьенчхане есть только у трех республиканских телеканалов Хабара, Казахстана и Каспорта. Но вот как выяснилось, некоторые столичные заведения транслируют Олимпиаду, которая идет в эфире зарубежных каналов, а это грубое нарушение авторского права. Выявлять нарушителей взялись юристы казахстанских телеканалов и сотрудники департамента юстиции столицы. В рейд отправился и мой коллега Ярнур Дожжанов. Центр столицы – небольшой спортивный бар. На мониторах транслируют открытие зимних Олимпийских игр, причем через российские телеканалы. Нарушения налицо. Почему транслируете Олимпийские игры через российские каналы, а не через наши? Это же нарушение права. Получить внятные ответы так и не удалось. Как и не удалось дождаться хозяина заведения. Пиратская трансляция предпринимателю дорого обойдется. За нарушение авторских и смежных прав с законом Республики Казахстан, а именно уголовным кодексом, предусмотрена ответственность в размере 5000 МРП и до 5 лет ограничения свободы. Хабар, Казахстан и Каспорт. Только эти три канала имеют право показывать международное спортивное событие. Подобные проверки ревизоры будут проводить до окончания зимних Олимпийских игр. Мы, как правообладатели, можем в случае выявления фактов нарушения наших прав, мы можем инициировать возбуждение уголовного дела, обратившиеся в правоохранительные органы, также в гражданском порядке инициировать возбуждение гражданского дела. В ходе этого рейда нарушения выявили в двух заведениях столицы. Акты, видя доказательства, инспекторы направят в компетентные органы. Ернур Душанов, Ермек Кенчембек, Хабар 24, Астана. Сегодняшний день на Олимпийских играх в Южной Корее будет насыщенным на спортивные состязания. В борьбу за медали вступят лыжники, шорт-трекисты, биатлонисты и другие спортсмены. В 13 часов 15 минут по времени столицы будет дан старт в женском скетлоне. Казахстан представят Анна Шевченко, Елена Коломина и Валерия Тюленева. В 13.30 в прямом эфире телеканала Хабар покажем хоккейный матч группы «Б» среди женщин Швеция-Япония. В 16 часов начнутся соревнования по шорт-треку на дистанции 1500 метров, где налет выйдут Нурберген, Жумагазиев, Абзал Ашгалиев, Денис Никиша, Еркебулан Шамуханов, Мирсаид Жексыбаев. Спустя 10 минут в бобслейном центре Альпенсия выступит Никита Копыренко в дисциплине сан и спорт. А в 17.15 в биатлоне на дистанции спринт будут участвовать Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко и Алина Райкова. Египетские военные начали антитеррористическую операцию в северной и центральной частях Синайского полуострова. Противодействие террористам также пройдет и в районах дельты Нила, а также на территориях западу от нее. Об этом официальном заявлении сообщили представители армии Египта. Ведомстве уже обратились к местным жителям с просьбой сотрудничать с силовиками и сообщать о возможных подозреваемых причастности к террористической деятельности. Напомню, в ноябре прошлого года в населенном пункте Бирель-Абде на севере полуострова террористы взорвали мечеть во время пятничной молитвы. Тогда погибли более 300 человек. Венесуэльская оппозиция планирует создать национальный фронт для защиты прав населения. Об этом сообщил один из ее лидеров Хулио Борхес. Для этого пройдет серия встреч с политическими партиями и оппозиционными секторами, отметил политик. Борхес также анонсировал большое турне по зарубежным странам, чтобы рассказать о ситуации Венесуэли перед президентскими выборами, назначенными на 22 апреля. Напомню, по итогам переговоров в Доминиканской республике оппозиция отказалась подписать соглашение с правительством Венесуэлы. В итоге сначала правительственная делегация, а потом уже президент Николас Мадуро подписали это соглашение в одностороннем порядке. Сразу после этого был назначен день выборов. Причем оппозиция хотела провести их 10 июня, чтобы у партии было время организовать праймерис. А представители правительства настаивали на более ранних сроках. Американский Сенат принял законопроект по бюджету на год и продлил финансирование правительственных ведомств до 23 марта, об этом сообщает Рейтер. По данным агентства, теперь документы должны рассмотреть в Палате представители. Ранее правительственные ведомства США были вынуждены приостановить работу из-за того, что сенатор-республиканец Рэнд Пол выступил против принятия этого законопроекта. Его не устраивал заложенный в тексте план бюджета сразу на этот год и 2019. Но он требовал от коллег рассмотреть его поправку. Ранее республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов. Но в этом случае расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов. 10.06. мы продолжаем. Увеличить субсидирование проекта в области возобновляемых источников энергии предлагают представители экологического альянса «Байтах-Булашак». Отмечу, что сейчас господдержка ВИА для рядовых потребителей предусматривает до 5 кВт энергии. Этого хватает, чтобы покрыть затраты на свет и воду. Но чтобы жители могли создавать возобновляемые производства и фабрики, цифры должны быть в разы больше, считают эксперты. В этом году по инициативе экологического альянса в двух крупных казахстанских городах заработают новые мини-ГЭС. Мы четко видим, только с решением вопроса законодательства мы можем развивать зеленую экономику. А также наш экологический альянс сейчас ставит задачу построения мини-ГЭС в Алматы и в Астане, а также технологии решения фильтрации дымового прохода больших производственных мощностей. Этот проект используется во всем мире, в Японии, в Европе. Сейчас мы это прорабатываем. Конечно, это стоит денег, и мы привлекаем на это больших инвестиционных средств. Сотни рабочих мест предложили безработным в Ак-Тубе на ярмарке вакансий. В этом году это первая встреча работодателей с потенциальными работниками. На рынке труда, как и прежде, востребованы врачи, учителя и специалисты рабочих профессий. Сотрудников на этой ярмарке набирали 45 организаций и компаний города. В общей сложности они выставили 430 предложений. По словам организаторов, такая форма работы давно подтвердила свою эффективность. В 2017-м с помощью ярмарок вакансий работу нашли около 1000 местных жителей. В этом году трудоустроить получилось 6000 человек. Еще более 1000 пройдут переобучение и 800 выпускников направят на молодежную практику. В течение года состоится еще 10 таких ярмарок. Работодатель, который принял участие, он обязательно нам дает отчет, сколько резюме он рассмотрел, сколько человек они пригласили на собеседование и конкретно приняли ли какое-то решение по трудоустройству. Мы уже приучили наших горожан к тому, что наши ярмарки проходят регулярно раз в месяц, как минимум. График прохождения этих ярмарок мы разместили в социальных сетях. Поэтому я думаю, что люди, которые нацелены на трудоустройство, они как бы ждут этого дня. Театр Астана-Опера в рамках своих гастролей в Алматы представит зрителям шедевры классики. Труппа предложит публике балет знаменитого хореографа 20 века Кеннета Макмиллана Манон и спектакль Рулана Петти «Собор Парижской Богоматери». Это яркие сложенные постановки, их оформление признано самым лучшим в мире, говорит руководитель балетной группы Алтынай Асалмуратова. В спектакле задействованы молодые артисты. Также на сане театра оперы и балета пройдет постановка «Абай» Ахмеда Жубанова и Латифа Хамеди. Символично, что впервые это произведение оставили здесь же, на алматинской сцене, в 1944 году. Вот этот момент, что это именно «Абай», и это одна из тех казахских опер, которая сейчас уверенно очень шагает, по миру я буду говорить, и репрезентирует, представляет наше искусство не только здесь для нас, но и за рубежом. У нас есть много интересных планов. «Абай» как визитная карточка и нашего театра, и вообще всего искусства Казахстана в целом. «Поющая душа». Дню рождения талантливейшего поэта-классика Мугагали Макатаева был посвящен литературно-музыкальный вечер. Он прошел в Национальной библиотеке Алматы. В этом году ему исполнилось бы 87. Тяжелое детство и изнуряющая юность только закалили характер будущего поэта. Именно тогда и появился у него дар поэзии. Мугагали Макатаев писал о любви, жизни и о родной земле. Писал ярко и захватывающе. Но признания при жизни не добился. Его жизнь была полна лишений и трудностей, и оборвалась очень рано, в 45 лет. И только после смерти к нему пришла слава и всенародная любовь. Поэт написал около 2000 стихотворений и 19 поэм. Более ста его творений стали популярными песнями. В Национальной библиотеке планируют в ближайшее время выпустить сборник Мугагали Макатаева для незрячих на языке Брайля. Основная цель этого мероприятия – познакомить наших читателей с жизнью и творчеством выдающегося аккана нашего Мугагали Макатаева, чтобы они почаще обращались к его творчеству. В отделе Казахстана Ктаптара нашей библиотеки находятся много его произведений, которые пользуются огромным спросом у наших читателей. Память известного казахстанского поэта и писателя Мугагали Макатаева почтили и в Атырау. Здесь состоялся творческий вечер акынов и поэтов. Студенческой молодежи дали возможность ознакомиться с творческим миром Одного из самых известных поэтов страны и послушать его произведения. Стихи Мугагали Макатаева можно узнать сразу, говорят поклонники его таланта. Их отличает особая любовь к родной земле и своему народу. Талант Мугагали Макатаева уникален. Я искренне рада, что мы воспитываемся на его произведениях. Уверена, что и будущие поколения будут любить и ценить его творчество. В школе поселка Мойлды Павладарской области Аксакалы и ученики начальных классов провели шахматный поединок. Участие в турнире приняли пенсионеры из санатория Мойлды. Он проходит в рамках программы «Рухани Жангару» и был посвящен 80-летию Павладарской области. И вот ровно год назад во всех школах региона открыли шахматные классы. В Мойлдинской средней школе игрой увлечены 60 учеников. Их поделили на 6 групп. Все они участвуют в областных турнирах и всегда занимают лидирующие места на областных соревнованиях. Мне 8 лет. Игра в шахматы очень нравится. Когда играем, много думаем. Бывает, конечно, проигрываем. Но мы не обижаемся, ведь главное – участие. На этом турнире я хочу занять первое место. В школах специально внедрили уроки шахмат, потому что это развивает логику у детей. Мы поддерживаем этот проект. В годовщине открытия таких классов проводим своеобразно отчетный турнир. Школьники и отдыхающие санатория играют с большим азартом. Ну и о погоде. В ближайшие трое суток погоду в нашей стране будет определять антициклон. На выходных, по прогнозам метеорологов, осадков не будет. Морозы сохранятся, и возможен туман лишь в утренние и вечерние часы. В городе Астана 10 февраля ожидается 15-17, днем 7-9. И 11-12 февраля ночью 18-20, днем 10-12 градусов мороза. В Алматы ночью 10 февраля ожидается 9-11, 11 февраля 7-9 и 12 февраля 5-7 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха 10 февраля достигнет минус 1-3 и 11-12 февраля плюс 1-3 градуса. И на этом у меня пока все. До скорой встречи. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова